Как жить в гармонии с миром, несмотря на все сложности, которые окружают нас в последнее время? Героиня нашего следующего сюжета знает ответ на этот вопрос и с удовольствием поделилась с нами этими простыми истинами. Каждое утро в районе лыжероллерной трассы можно встретить горожан, не желающих запираться в четырех стенах от болезней нового дня. Среди них девушка. С детской коляской или одна, она начинает свой день с прогулки по лесу. В лесу дышится легче. Ты можешь подумать, можешь остаться наедине с своими мыслями, погрузиться у леса. Как я говорю, есть такая классная тема. Тут нет эго, нет своего личного я. Ты тут в гармонии, ты тут в соите с природой. И либо ты живешь в балансе, в гармонии с жизнью, либо нет, ты ее теряешь. Ульяна живет по принципу, что отдаешь, что и получаешь. Все как в учебнике по физике за 10 класс. Поэтому считает, что людям необходимо транслировать во внешний мир больше любви. А еще жить здесь, сегодня и сейчас. Много очень во взрослом возрасте, кто ходит с палочками, они ходят далеко и до белочек, в сторону Тельвиски полно людей. И ребята, которые бегают, бегуны тоже, их очень много на самом деле. Просто мы, наверное, как-то не всегда замечаем то, что вокруг очень много действительно тех людей, кто занимается спортом, кто наслаждается красотой жизни, кто просто может... Или кто просто живет, я не знаю, в таком своем душевном кайфе. Мы в основном видим зачастую то, что сосредоточено в нашем личном мире. А когда ты открываешься всему, то и мир открывается. Спорт появился в жизни Ульяны еще в детстве. Но осознанно она подошла к занятиям только 8 лет назад. С тех пор прошла массу обучающих курсов, выяснила все о том, что мы едим, и узнала секрет жизни в гармонии с собой и миром. Главное, я могу сказать точно, что есть маркеры работающие про здоровье. Это свежий воздух 100%, это больше натуральности, исключение всей химозы. И это, конечно же, исключение гиподинамии, потому что ее много. Но не созданы мы для того, чтобы лежать целый день. Сейчас мы просто по-другому живем. Опять же, наш процесс эволюции. Если бы мы жили в том веке, мы бы и не лежали. Мы бы забирались с собирательством и всем остальным. И поэтому, если даже эти факторы исключить наличие стресса, уже можно увидеть, как мы будем лучше. И не надо специально ничего делать, не надо выдумывать никакой другой пищи. Просто исключить то, что нас разрушает искусственно. Секрет один для всех. Саморазвитие, элементарная зарядка, желательно на свежем воздухе, и медитации. Именно они помогают понять, где твои мысли, а где навязанные стереотипами век потребительства. Наверное, знаешь, когда произошел такой большой период, всплеск именно энергетический, наверное, когда я начала жить свое осознанно. То есть, когда ты идешь и осознаешь ежедневно что-то новое. То есть, ты не увязываешься в рутину, в быт, хотя и это присутствует, да, у нас в жизни никуда не деться. Ты не привязываешься к каким-то материальным ценностям, хотя без них не жить, да. Но ты учишься в жизни ценить каждый миг, каждое мгновение. Научиться слышать себя и свое тело – непростая задача для каждого человека. Но, сделав усилие однажды, тебе непременно вернется обратно в сто крат больше. Екатерина Дементьева, Владислав Ткачев, Телеканал «Север».